Всем привет! Вот и настал момент, когда я записываю новое видео. И на самом деле, видосы такого формата я очень-очень давно не записывал, и на самом деле я еще и по ним соскучился, потому что можешь идти просто по улице и говорить абсолютно обо чем угодно, просто глишь бы у тебя слова просто лились, и тебе было интересно про это разговаривать. Ну вот и сегодня будет такое видео. На самом деле, я, честно говоря, даже понятия не имею, про что я буду говорить, я просто хочу идти по улице, наслаждаться прекрасным, прекрасным, таким, скажем, выходным вечером, летним вечером, который сейчас, несмотря на то, что сейчас у нас на улице плюс 34 градуса, и, честно говоря, я пожалел уже два раза то, что вышел за сегодня на улицу, потому что, ну, реально очень жарко, и, как бы, хотелось бы, чтобы было, ну, хотя бы чуть-чуть попрохладнее, хотя бы градусов до 25 скатилось, но, тем не менее, имеем, что имеем, как говорится, и лучше уж такая погода, чем каких-нибудь несчастных, там, градусов 15, тебе холодно. Тем более, я к такой погоде уже привык. Касательно погоды есть один очень интересный момент. Если кто не знает, то я планирую в конце сентября, начале октября уехать в Испанию, уехать уже на совсем из Сербии, ну, может, прям не совсем на совсем, как говорится, но, в своем случае, я планирую уезжать из Сербии, и следующее место в дислокации моей будет Испания, город Валенсия. И там, на самом деле, тоже погода, как бы, не то, что шибко-то и прохладненько, я скажу так. Поэтому, в принципе, я думаю, сильного-сильного такого перепада я не почувствую. Я, в своем случае, на это искренне надеюсь, потому что, ну, блин... Сейчас я посмотрю, чтобы мне никто не забил из пешехода... Ой, из велосипедистов. Я надеюсь, что погода там будет плюс-минус такая же, и не нужно будет сильно перестраиваться, потому что, ну, блин, я пока к Сербии привык, прошло немало времени, а к Валенсии привыкать, если там будет сильно жарко, ну, что-то как-то пока что я не знаю. На самом деле, я уже жду, не дождусь этого момента, когда я смогу переехать, и переезд у меня будет, на самом деле, довольно интересный, потому что я здесь сейчас живу с женой и котом, жена моя собралась что делать, она планирует в сентябрь свалить в Россию, а, получается, уезжать отсюда мне придется одному, то бишь, точнее, даже не то, чтобы одному, а мне и коту, то бишь, мне нужно будет перетащить все каким-то хреном вещи в Валенсию, я еще даже не придумал, каким образом это буду делать, и, получается, мне еще нужно будет кота с собой все это время таскать. А первое время там будет, на самом деле, очень-очень-очень сложно, в моем понимании, по той простой причине, что... Блин, а не будет лучше, если я тут перейду. Ай, хрен с ним. Вот. А первое время будет там, на самом деле, довольно сложно. Блин, нифига, прикольно, сейчас попробую показать. Ну, наверное, будет плохо видно на камере, но вон там очень красивый вид такой. Если бы не стадион, то было бы вообще очень круто. Так вот, первое время в Валенсии будет очень сложно, по той простой причине, что мне нужно будет сделать огромное количество всяких действий, и в моих планах, ну, так я небольшой родмап, скажем так, накидал, мне нужно будет приехать в Валенсию, снять на букинге какой-нибудь отель недельки, так на три, на четыре, ну, грубо говоря, на месяц. А это будет, кстати, наверное, очень дорого стоить, потому что, ну, это букинг, все-таки как-никак, а не долгосрочная аренда. Вот, и за это время мне нужно будет найти нормальную квартиру уже на долгосрок, и пока я буду искать, возникнет, возникнет, скорее всего, огромное количество проблем, по той простой причине, что чтобы снять квартиру, чтобы вам ее сдали с хорошими условами, хорошую квартиру, с нормальным контрактом, у вас должен быть открыт счет, насколько я помню. Счет в банке. Не каждый банк откроет счет иностранцу, скажем так. Начнем с этого. И как бы, ну, по-хорошему было бы неплохо, чтобы у тебя была уже открыта ИП-шка к этому моменту, и все необходимые документы подготовлены. Следовательно, получается, нужно будет приехать в Валенсию, открыть ИП-шку, открыть счет в банке, и только после этого уже идти искать квартиру. Ну, и подготавливать документы и все такое. Потому, потому что, потому, почему, точнее, потому что без этого, как бы, ты не снишь нормальную квартиру. Как бы это печально не звучало на самом деле. Снять хорошую квартиру хочется, потому что, ну, в перспективе придется жить там, ну, я думаю, минимум годик я проживу в Валенсии, потому что, ну, блин, там прикольно визуально. Я, честно говоря, ни разу в Испании не был, и я лечу туда на Абум, но, как я уже говорил в своих роликах, как бы, ну, и в Сербию я тоже прилетел на Абум. Потому что до этого я тут тоже ни разу не был, и понятия не имел, что как здесь происходит. Ну, в эту страну я влюбился, и все такое. Есть, конечно, нюансы, нюансы, про которые я тоже уже говорил, конечно, то, что, как бы, Сербия считается, как-никак, безопасной страной, а вот про Валенсию такое, наверное, уже не скажешь, потому что, ну, про Испанию в целом, потому что я слышал, там есть огромное количество маргинальных личностей, которые нелегально пресекают границу и занимаются кражей всего, там, телефоны из рук вырывают, могут залезть к вам в квартиру, если вы куда-то съедете на выходные. Тем более, одной из основных проблем там является проблема с оккупусами. Так, сейчас камеру в другую руку возьму. Это устала рука. Вот. Одной из проблем является там еще, причем серьезной проблемой, я даже до сих пор, кстати, не особо понимаю, почему правительство этой страны не борется с оккупусами, потому что, ну, блин, извините меня, если у меня есть жилье, если я купил вторую квартиру, то какого хрена, если кто-то левый залезет в мою квартиру, эта квартира станет его. И я не имею, ну, имею очень маленькие шансы выкинуть его в ближайшее время, а если в долгосрочной перспективе, понятное дело, что его выкинуть через суд получится, но на это должны уйти годы. Ну, как по мне, это немного дико. Да даже немного, это реально, это просто тупо дико. Поэтому, ну, странно. Потом, на самом деле, есть еще один очень интересный вариант, который я рассматриваю тоже, тоже рассматриваю, скажем так, но его я пока что прям сильно раскрывать не буду, это переезд в Германию. И как бы он, на самом деле, это очень крутой вариант. Плюс, с учетом того, что в Германии можно сейчас за два года получить ПНЖ, за три года ПМЖ, ну, два года по блю карте у тебя ПНЖ, потом ПМЖ через три года, через пять лет паспорт. А если по натурализации, например, издать очень хорошо тот же самый немецкий язык, если не ошибаюсь, на B2 уровень, то тогда вообще можно за три года, в принципе-то, и паспорт получить. И вот эта перспектива мне, на самом деле, очень нравится. Касательно этого варианта, я расскажу все позже. Не знаю, когда, но точно позже, потому что это будет точно не в ближайшие пару месяцев, ибо у меня и так сейчас планов очень-очень много, а все карты пока что раскрывать, естественно, не хочется. Вот. Пока что, пока что, пока что, как-то так. Так, из текущих планов у меня сейчас не запланировано ничего до переезда. И просто чилим, отдыхаем, лето, тусуемся. Может быть, куда-то съезжу отдохнуть в пределах Сербии. Там, куда-нибудь в горы на Тару, там, либо еще куда-нибудь. Но это может быть, может нет. Потому что сейчас у меня ребята собираются, друзья, в Черногорию, но, блин, я, честно говоря, уже не хочу ни в какую Черногорию. Как-то так. Поэтому, поэтому сейчас опять смена руки. Так, сменил опять руку, потому что, ну, честно говоря, рука устает, когда долго идешь, так вытянутой рукой камеру держишь в ней. Короче, вот как-то так. Пока что планов никаких, таких прям серьезных нету. Еще забавный момент. Недавно сидел, листал свой Инстаграм, там и все такое. Пересматривал старые видосики. Наткнулся на пост, где я писал о том, что, типа, мол, я наконец-то осмелился, я решил уйти в разработку. И, типа, я там писал, как очень круто, что я все-таки на это решился. И вот уже как три месяца я разработчик. Что я могу сказать спустя три года того, как я стал айтишником и ушел полностью в разработку? Я ни капли не жалею, что я этого сделал. Это, наверное, было самое умное и лучшее решение в моей жизни, из тех, которые могли бы быть. И, ну, это, блин, это реально очень круто. Я посетил огромное количество стран. Я получил возможность путешествовать. Я получил возможность знакомиться с огромным количеством людей из разных стран, с разных национальностей и все-все-все-все-все такое. И это, на самом деле, то, чего не хватает во многих других профессиях. Потому что, ну, есть огромное количество удаленных профессий, но люди не так часто, не так активно, я сказал бы, катаются по другим странам, как айтишники. Сейчас я пойму еще, куда бы мне идти. Наверное, куда-то туда пойду. Вот. Хотя нет, перейду тут. Вот. Потому что айтишникам, на самом деле, это намного проще. Ну и все привыкли, то, что айтишники катаются, катаются, катаются. Хотя, на самом деле, есть огромное количество вакансий и профессий, которые зарабатывают тоже вполне неплохие деньги, и они способны кататься на эти деньги также по всему миру. Ну, кстати, айтишники далеко не самые богатые на самом-то деле. Так что... Ну, еще, естественно, хочется добавить то, что я пришел к тому, чего так долго ждал. То бишь, я занимаюсь любимым делом. Я занимаюсь разработкой программного обеспечения. В данном случае сейчас я, конечно, являюсь Android-разработчиком, но я вполне не исключаю то, что я в какое-то время свечнусь, например, в бэкэнд, либо в iOS-разработку, либо полностью уйду в мобильную разработку. В общем, я считаю себя полноценным софтвер-инженером, который способен перепрыгивать с того направления на другое. Как бы ничего в этом такого прям сверхъестественного, как я считаю, нет. Вот. Я занимаюсь любимым делом, занимаюсь мобильной разработкой. Я имею возможность путешествовать и знакомиться с миром. Это очень круто. Это, наверное, лучшее, что есть в жизни по той простой причине. Потому что, знаете, помню, не помню, кто это, честно говоря, сказал, но он выразился примерно так. Смысл будет такой. Я думаю, вы его ловите. Когда мы маленькие, у нас время течет очень медленно по той простой причине, потому что мы знакомимся с огромным количеством вещей в своей жизни. С возрастом эти вещи становятся для нас более привычными, и время начинает течь быстрее. И в итоге это все приводит к тому, что когда мы взрослеем и находимся уже в возрасте, например, 20-30 лет, там, 40 лет, то время летит просто незаметно по той простой причине, что все, что вокруг есть нас в обычном таком режиме, скажем так, оно нам уже банально знакомо, и мы к этому привыкли давным-давно. И понятное дело, что время просто летит незаметно, и мы стареем, стареем и стареем. Но когда путешествуешь, на самом деле, время летит так же медленно, как и тогда, когда вы были маленькими. Потому что вы приезжаете в новые места, вы знакомитесь с новыми людьми, вы видите все, вот эту всю красоту, которая есть вокруг вас впервые. И это действительно очень-очень-очень круто. Так, тут на самом деле становится очень громко, потому что я подхожу к большой трассе, поэтому, наверное, ролик я буду заканчивать. Если ролик показался вам полезным и интересным, и хотите ролики такого формата, а я сейчас начинаю экспериментировать очень-очень часто, там и с новостными роликами, и с роликами подобного формата, то, короче, лучшей благодарностью и мотивацией для меня делать новые ролики. Вот ваш лайк и подписка на канал. Также не забывайте подписываться на мои другие социальные сети. Все ссылки, как всегда, есть в описании к ролику. Ну, а на сегодня все. До скорых встреч. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова